Тут не вопрос запрещать, но знать, где ребенок, почему ему там интересно, а там, где хотелось бы неинтересно. Лучше бы знать. В нынешнее время и сейчас с развитыми технологиями, социальными сетями очень много, ну, очень много нехороших вещей в интернете может ребенок запросто найти. Поэтому и круг общения, и социальные сети детей в любом случае там просматривать нужно. Ой, бесполезно. Мне кажется, это очень... Поначалу, когда управляемый ребенок, наверное, получается, а потом у меня удовольствие. Нет, наверное, уже что они захотят, то они и будут делать. Хотят спросить что-то, я им, может быть, подскажу, но они вообще-то не очень спрашивают. Нет, я думаю, трудно очень будет. Каждый родитель воспитывает своего ребенка по-своему, каждый прививает свои ценности, и всем родителям наверняка хочется, чтобы их дети были, наверное, таким маленьким прототипом их. Вот, поэтому все-таки, да, нужно следить за тем, с кем ребенок общается. Я считаю, что да, потому что в нынешнее время, особенно в эпоху соцсетей и прочего, нужно обязательно делать это в доверии и понимании, чтобы это был не просто тотальный контроль со стороны родителей, а чтобы наши дети обсуждали с нами абсолютно все вопросы. Они должны сами участвовать в этом круге, сами должны как можно больше общаться с ребенком. К сожалению, как только ребенок начинает выходить в социум, очень сильно на него влияют другие дети. У нас на примере своей семьи я видела, с кем общалась я и с кем общалась моя сестра. Могу точно сказать, что окружение влияет очень сильно. Осознанно или неосознанно? Поэтому да. Поэтому нужно фильтровать, по крайней мере, пока у ребенка нет. Это будет ужасно, но я думаю, что надо контролировать, да.